здравствуйте дорогие мои телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодня хочу показать вам черенкование жимолости жимолость распространена в сибири на дальнем востоке на урале это растение как бы до любима и очень желанно на участках мухи замучили уже не могу но вот в центральной части россии это растение очень даже редкая но все его хотят так вот чтобы у вас у всех это москва подмосковье это и украина это и белоруссия и латвия литва и прочие страны они любят жимолость но они не понимают что не обязательно искать куст чтобы купить его можно просто у соседей попросить черенки черенки снимаются жимолости в определенное время сейчас вот жимолость уже собрано с этого куста видите ягодок уже нет ну может кое-где тут дрозды конечно поклевали и и ну остальное собрала я успела немножко но черенки снимаются жимолости однолетний прирост в момент первого сбора ягоды уж пожалуйста запомните придя в гости к соседке или там подружки и видите у них сжимолости еще ягодки висят самое время похитить пару черенков и смотрите как это делается вот это вот однолетний прирост видите вот эти молодые веточки это все однолетний прирост и мы постараемся выбрать те которые вот нас устраивают ну вот они должны быть примерно сантиметров 10-12 больше как бы не требуется ну берем вот этот смотрите не обязательно отрезать секатором каждый отросшая вот эта веточка молодой до прирост он к маме крепится пяточкой и мы вот так вот так вот прямо сайте ноготочками захватите и оторвите вместе с пяточкой видите я сейчас постараюсь снять несколько черенков так чтобы вы понимали какие же из них пригодятся лучше но есть очень длинные есть не очень длинные ну вот этот черенок очень хорош и вот его основание видите на старой ветке на старой ветке вот новый прирост и я его захватив ногтями старый прирост я его отделю от мамы но только очень аккуратно ничего не задирайте так два но штук пять хотя бы снимем да ну вот такой вот длинный черенок очень хорош он тоже крепится к старой веточки вот чтобы вам было видно вот прям вот так у основания возьмите ну даже если ногтей особых нет кончиками пальчиков и пить и видите пяточка это вот то место где крепится к материнской ветке вот у меня три черенка но давайте вот вот здесь вот мне нравятся черенки немножко листики поеденные ну лист обложки эти мошки они же едят все и я опять кончиками пальцев и ногтями беру за основание за основание вот этого нового прироста так 4 и еще один нам нужен ну давайте этот снимем обязательно вот делайте так как я показываю чтобы все снялось вместе с пяткой делайте так как я вам показываю и у вас черенок должен прирост этот новый в этом году который вырос должен сняться вместе с пяточкой видите вот она вот она вот у каждого черенка есть пяточка это очень важно потому что именно из этого места вот здесь начнется образование корневой системы а сейчас идем за стол и там все обработаем и обязательно выдержим в корневине или укоренители за мной почему черенки надо снимать в тот момент когда идет первый сбор ягод да потому что они еще зеленые сочные они еще не одревесневшие и именно в этот момент у такого черенка однолетнего прироста идет хорошо и легко образование калуса и на нем корневой системы нам надо удалить все листики не дергаем вниз никогда листик всегда как бы до отщипываем и этот черенок не будет делиться он будет вот таким вот целом для того чтобы ваши молодые растеница могли быть пересажены куда угодно и как угодно можете посадить их контейнеры не в землю там до чтоб потом корни не надрывать а в контейнер с выдвижным дном это очень удобно на самом деле значит эти 400 я оставляю я удалю половинки сделаю это руками потому что это все достаточно легко и достаточно просто часть листьев удаляю оставлю только вот этот верхний и не удаляю макушечку она здесь останется и как только черенок выпустит корни обязательно макушка начинает отрастать вот не все растения черенкуются одинаково у каждого своя особенность есть но я вам все показываю рассказываю я надеюсь что вы меня слышите и видите здесь тоже удалим половинку листиков не будете сделать руками в ваших руках тепло любовь положительная энергия которые растения чувствует и она с любовью вам ответит услышьте меня делайте все сами вот если хотите сделать хорошо как один мой добрый друг говорит сделайте сами и у вас все получится я люблю этим заниматься для меня это таинство которое да господь наградил нас такими талантами а мы иногда и не знаем что делать то все убираем нижние листья убираем во влажной почве образование калуса и корней около него оно происходит за две-три недели я надеюсь что наши черенкованные растеница выпустят корни и к осени они будут уже собственными корнями и тогда прикрыв их на зиму ну лапничком конечно чтоб там мыши не погуляли тогда они хорошо перезимуют черенки готовы для того чтобы шло укоренение правильно и хорошо здесь бороздование не сделаешь слишком тонкие вот если бы они были не одревесневшие а зеленоватые они такие толстенькие тогда бороздование можно делать но мы их опускаем в гетеро ауксин на 12 часов можно на 16 потому что у них деревянные уже черенки как у розы потому такое длительное будет пребывание в этом растворе но через 12 16 часов мы их в него вынимаем господи я уже заикаться начала с вашими черенками мы их вынимаем естественно и ищем место так чтоб там действительно с утра было солнце потому что любому растению нужно обязательно утреннее солнце а вот после обеда после того как уже знаете когда жара тогда в 34 часа очень жарко это пекло ни один черенок не выдержит без корней он обязательно засохнет и погибнет и обязательно помните что какой бы там ни было тени или полутень после обеда все-таки прикрыть их на две недели укрымным материалом это обязательно идемте высадим их да наши черенки пробыли в этом специальном растворе укоренители 12 часов поэтому мы можем их высадить все так же как со всеми остальными черенками головой всегда на юг почва всегда пролитое по 45 градусов и плотно обжать эту влажную почву и после посадки прикрыть укрывным чтобы испарение было минимальным из листьев и из почвы это обязательно в противном случае можете не ждать хорошего результата и наука то простая нет ничего проще главное очень внимательно и очень аккуратно соблюдая все правила черенкования у вас все получится я даже не сомневаюсь в том что превратите свой сад в огромное количество плодовых кустарников и деревьев нет никаких проблем черенкуется замечательно все что растет у вас саду это жимолось который мы сейчас делали это смородина это макушками верхушками малина прекрасно черенкуется и ежемалина и ежевика ежевику вообще можно приткнуть макушку в землю прямо шпилькой и она прирастет тут же и пойдет снова расти вы можете делать заборы из ежевики ежемалина можете из малины пригибая ее давая при россии и у вас будет вот такая вот вот такое заборище совершенно не пролазная можете черенковать и яблоню это прекрасно делается и грушу ну правда я уж не говорю про лилии флоксы пионы господи хризантемы это все прекрасно черенкуется даже помидоры заметьте черенкуются очень хорошо без проблем у них отрезанная макушка либо пасанок дает корни буквально за три-четыре дня и вы можете размножать их и садить и всю зиму на окошке подращивать доращивать гортензии прекрасно черенкуются и сейчас тоже самое время очеренковать гортензию и вы получите новое растение причем есть гортензии которые стоят там и три-четыре тысячи все правда очень легко может быть я сейчас поступаю неправильно делая большую неприятность товарищам которые продают нам все это ну я думаю что человек который хочет он сделает черенкование а у которого есть много денежек он просто пойдет и купит поэтому мы разные и по-разному к этому относимся ну вот на этом я хочу закончить наше черенкование может быть мы еще все-таки сделаем яблоню корни собственную может быть грушу может быть красную смородину которая не так легко как черное но все-таки черенкуется на этом обнимаю вас крепко ваша тетя таня успехов вам и просто здоровья и и